Мир в наших кошельках. Центробанк переведет выплаты бюджетникам на платежную карту Мир. Я напомню, это российский пластик, он разработан и обслуживается в нашей стране. Банки обяжут выдавать новые карты своим клиентам-бюджетникам. Но когда Мира, можно будет расплатиться в любом магазине в России и за рубежом. Об этом расскажем в рубрике Вести экономика. 87% россиян считают, что нашей стране нужна национальная система платежных карт. Однако меньше половины наших соотечественников знают о том, что карта Мир уже выпускается. Таковы результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Это интерактивный стенд для презентации российской карты Мир. Каждый желающий может поймать ее виртуально. Но когда удастся получить реальную карточку? Сегодня выдавать пластик начали 25 банков. Их перечень можно найти на официальном сайте Мира. Однако важно, чтобы карта не просто лежала в наших кошельках, а функционировала. Ее принимали банкоматы, терминалы в супермаркетах и небольших магазинах. Эту работу планируют завершить в 2016 году. В конце этого года мы планируем, во-первых, что все торгово-соответственные предприятия на территории Российской Федерации будут принимать карту Мир. То есть все банки практически эту работу закончат. Банкоматная сеть будет на 100% открыта. Ну и торгово-соответственные предприятия по нашим предположениям где-то процентов на 95-90-95 к концу года будут принимать карту Мир. Путешественникам важно, чтобы карта Мир работала и за рубежом. Для этого заключаются кабейджинговые соглашения с крупными мировыми платежными системами. Мастеркард, JCB, Американ Экспресс. Платежная система заключила соглашение по так называемому кабейджингу. Когда на внутреннем рынке она работает как карта Мир, а на внешних рынках работает как международная платежная система. Такие соглашения есть, то, соответственно, мы можем рассчитывать на то, что карта будет очень востребована. Юрий Богданов рассказывает, возглавляемый им банк «Центр Инвест» одним из первых начал выпускать карты Мир. В первую очередь пластиком обеспечили чиновников и бюджетников Ростовской области. Уже 5100 карт на сегодняшний день выпущены банком «Центр Инвест» карт Мир. Все банкоматы, все платежные терминалы, все терминалы приема оплаты, это свыше 4000 устройств, на сегодняшний день принимают карту Мир на 100%. Одно из главных преимуществ новой карты, отмечают эксперты, она независима от внешних факторов. Мир создан в России, все операции обрабатываются внутри страны через национальную систему платежных карт НСПК. Безопасность карты обеспечивают современные технологии, которые соответствуют мировым стандартам. Темпы роста промышленного производства в Чувашии по итогам 8 месяцев составили 12,8%. Такую цифру озвучил министр Владимир Аврелькин. С начала года объем продукции, отгруженный промышленными предприятиями Республики, превысил 116 миллиардов рублей. Это значительно больше, чем за тот же период прошлого года. Хорошую динамику демонстрируют предприятия машиностроения, прежде всего те, что выполняют оборонный заказ, среди локомотивов и химическая отрасль. По прогнозам Минэкономразвития, по итогам года, темпы промышленного роста в Чувашии составят от 10 до 12%. Что касается средней зарплаты по экономике, то она должна приблизиться к 23 тысячам рублей, в том числе за счет увеличения доли рентабельных предприятий и открытия новых производств. Доля прибыльных организаций в промышленном комплексе сегодня составляет 71, чуть больше 71%. Сегодня темпы роста прибыли на почти 40% выше, чем за аналогичный период.